добрый день дорогие друзья спасибо что смотрите меня те кто впервые у меня на канале меня зовут алла сегодня я решила снять такое видео болталку но несколько слов отступления вы знаете вот хочу поделиться действительно так приятно есть несколько уже подписчиц которые нашли меня в контакте и которые уже со мной общаются путем личных каких-то сообщений переписки мне очень приятно они задают вопросы они просят снять на определенную тематику видео делятся своими мыслями задают мне какие-то вот темы для размышления и вот одна из девочек но у меня знаете все девочки мы все девочки не важно сколько нам лет вот и одна из девочек написала ну как бы спросила меня о моем отношении знаете вот к негативу которого сейчас так много в нашей жизни как я защищаюсь от него как я защищаю свою семью как я вот общаюсь с такими людьми которые вызывают мне какие-то нехорошие до эмоции и я решила снять на это видео пообещала и вот снимаю да действительно сейчас негатива у нас жизни очень много и с каждым днем вы знаете становится все больше и больше и очень много озлобленных очень много вот каких-то скажем так не очень добрых людей и в общем то и вот на ю тубе полно я думаю что вы все уже наверное видели и поняли что вот это хейтерин да сейчас это вот очень модное направление то есть заходишь на некоторые каналы просто вот видишь весь этот ушат не буду говорить чего чего там выливают люди да порой просто диву даешься откуда вообще такая бурная фантазии так думаешь блин вот их бы нерви да в мирных целях а вообще эмоционального не было ну да ладно кстати уже даже признано что именно русскоговорящий сегмент youtube а он является наиболее агрессивным и наиболее именно негативным вот западный западный youtube площадка она более лояльная она более спокойная и там не так часто можно встретить вот такие такие вот действительно реально просто какие-то ужасные комментарии ну даже вот если абстрагироваться от youtube а вы же понимаете далеко ходить не надо достаточно проехаться в час пик например в транспорте или сходить в магазин когда там много народа и всегда получишь порцию вот этого негатива легко вот но это понимаете чужие нам люди это посторонние люди поэтому если мы не особо впечатлительные не особо чувствительные то собственно ну сказал он там что-то да я ему пожелала счастья и забыла я про него через пять минут хуже когда вот такие негативные эмоции нас вызывают люди которые нам близки это может быть кто угодно из нашего окружения не знаю там брат сват муж родители дети да кто угодно и в силу определенных причин мы не можем перестать с ними общаться вот но пропускать через себя негатив который исходит от них в наш адрес постоянно мы тоже не можем потому что нам не хватит никакого здоровья вы же понимаете поэтому естественно приходится как-то вот строить выстраивать защиту чтобы фактически спасти себя это очень важно я для себя выработала четкие четыре правила которыми вот я хочу с вами поделиться может быть вам будет интересно может быть примут даже к себе вот вы что-то возьмете на заметку не знаю в общем первое правило у меня самое основное я знаете долго к этому шла потому что для этого надо обладать таким знаете как визуализация образная то есть я представляю свою душу душу как в образе знаете такой большой просторный чистый светлой квартиры в которой есть спальня в которой есть кухня в которой есть не знаю столовая и в которой есть естественно прихожая так вот когда я встречаюсь с человеком от которого я понимаю что в общем то сейчас пойдет вот эта волна да я соответственно абстрагируюсь и мысленно вот в мысли в голове я не пускаю его дальше прихожей в этой своей квартире понимаете то есть я с ним пообщалась дверь закрыла мысленно все в квартире чисто в квартире он не не натоптал грязи не нанес и я про него забыла поверьте этот метод работает надо только пытаться развивать себе тренировать и не с первого раза не со второго возможно но это получится мне это очень сильно помогает потому что ну потому что как-то вот действительно я себя стала гораздо лучше чувствовать когда стала применять вот именно эту методику второй значит второе мое правило это никогда не отвечать негативом на негатив вы прекрасно должны понимать что человек если он и из раза в раз встречаясь с вами начинает вас доводить специально до состояния белого коленя значит получается ему это нравится раз он не останавливается значит раз он продолжает ему это нравится и он ждет от вас соответственно такой же реакции я не буду сейчас рассуждать там об энергетическом вампиризме там или еще о чем-то может быть это просто дурной характер я не знаю но ему конечно приятно когда идет вот такая отдача от вас а когда вы начинаете ему отвечать противоположным совершенно эмоциями вот тут он теряется то есть вот допустим начинает что-то там вот вы чувствуете вот пошло да вот пошло поехало а возьмите скажите как ты сегодня хорошо выглядишь как у тебя блестят глаза какая у тебя новая стрижка да все что угодно что угодно все что угодно человек растеряется и он будет обескуражен все и переведите разговор в какое-нибудь другое русло на другую тематику понимаете потому что ну чтобы окончательно дезориентировать все и конфликт будет исчерпан поверьте мне потому что даже вот у меня был такой случай в магазине я решила проэкспериментировать ну я шла уже подготовленная то есть я уже ходила несколько дней подготовленная я все ждала случая ну ну когда же ну вот это произошло знаете как в магазине когда много народу вот эти вот бегают с тележками там бабушки и тетеньки которые значит вот прям сами свои кому-то там пнуть толкнуть потом его же еще и значит приложить сказать что-то тут раскорячился стоишь ну и вот у меня такая ситуация здесь какая-то такая женщина непонятного возраста не опихает этой своей тележкой что-то мне такое значит очень нехорошая говорит вот а я в ответ ей говорю слушайте а где вы купили такое пальто вы знаете она вам так идет потрясающий фасон и расцветка вам так она вообще к лицу за эти у нее была реакция ну вам даже не передать во первых она меня заметила если до этого она меня воспринимала просто наверно как пятно я не знаю как объект на который надо было выплеснуть весь негатив значит что тут она поднимает глаза смотрит на меня и она покраснела знаете она покраснела схватил эту свою значит тележку и убежал я конечно вообще была вне себя от радости думаю сработало очень вообще замечательно я была подготовлена я была подготовленная да реально вот я проэкспериментировал то есть девочки работает но вот для того чтобы применять вот этот способ конечно надо иметь чувство юмора без него никуда это мое третье правило я никогда стараюсь его не терять ни при каких обстоятельствах потому что она меня не раз выручала реально очень сложных и порой даже таких патовых ситуациях меня спасала именно чувство юмора ну потому что вы понимаете серьезно относиться к ситуации которую только что я вам описала нельзя вот а с чувством юмора можно и собственно как то вот все это более так сказать скрашивается сглаживается ну и как-то вот легче переживается и переносится и и четвертое мое правило вы знаете я уже в себе видимо это выработала это мое твердое убеждение я ко всем вот этим людям которые такие вот сколочные которые скандальные которые злобные которые вот провоцируют тебя на негатив я их в душе всех искренне очень жалею и им сочувствую потому что я считаю что ну вот если бы они жили и росли и развивались в нормальной человеческой обстановке если бы им хватало любви и ласки заботы внимания они бы не из них ни за что бы не выросли такими не стали раз они такими стали значит чего-то в этой жизни они не дополучили понимаете возможно им не хватило того же внимания от родителей и вот таким своим вот этим поведением они понимаете как могут они вот привлекают на себя они компенсируют то чего им недодали и мне их жалко и вот понимаете а когда человека жалеешь то ну главное искренне надо понимаете вот это надо переварить в голове вот эту вот картинку эту вот понять и искренне пожалеть а когда человеку жалеешь уже невозможно на него злиться и уже невозможно серьезно воспринимать те обидные порой слова которые он говорит да ваш адрес и уже спокойнее все это переживаешь вот но это вот четвертое мое правило который мне тоже реально очень сильно помогает ну вот собственно те правила которые я соблюдаю которые мне помогают и я с вами ими сегодня поделилась я уверена что у каждой из вас есть какие-то наверняка свои секретики как вы защищаетесь от негатива которого к сожалению сейчас так много кругом как вы себя защищаете от людей которые вызывают у вас скажем так ну не самые положительные эмоции как вы спасаетесь в этой ситуации мне будет очень приятно и будет интересно почитать так что пишите в комментариях спасибо что сегодня были со мной посмотрели если возникнет желание вот пишите мне в контакте в личных сообщениях группу группу свою адрес ссылочку я оставлю под видео давайте общаться так что надеюсь мое видео вам понравилось сегодня так что кому понравилось ставьте лайк если вы впервые на моем канале подписывайтесь оставайтесь мне будет только приятно вот но а сегодня я с вами прощаюсь всего вам хорошего пока пока